Добрый день! Сейчас я представлю вам вариант создания базы знаний по различным статьям, по различным группам клинических рекомендаций, по различным группам публикаций. И показываю вариант, когда по одной группе клинических рекомендаций уже такой набор статей создан, и можно открыть каждую из них. И выполняется первое требование – это показ различных версий. Вот, например, у этой статьи всего лишь одна версия, и видно, кто ее создал и когда, и можно прочитать эту версию. Кроме прочтения этого источника, выполнено еще одно дополнительное требование – это размещение комментариев для обратной связи. Поскольку могут быть и ошибки, и какие-то уточнения, и изменения, можно показывать различные комментарии всех участников, которые читают. Вот этого требования невозможно увидеть. Давайте попробую это показать. Вот здесь мы видим, сразу обратим внимание, что все группы источников размещены без указания их новизны. Неизвестно, что появилось снова после предыдущего вхождения. Если мы откроем какую-то статью здесь, мы можем поблагодарить. Это мы тоже имеем вот здесь, и в отличие от других систем, виден подсчет этих благодарностей, обратной связи. Пользователь в обычной базе знаний, такие как flow.ru, или freshdesk, или zendesk, такой аналитики не видит. Также и не видит, сколько раз этот источник был просмотрен. Версии статьи я уже сказал, можно отслеживать. Следующий момент, который можно обратить здесь внимание, кроме просмотра статей, их можно редактировать. Это уже пошло применение или эксплуатация этой системы. По шестереночке можно кликнуть и изменить, и тогда появится новая версия этой статьи. Далее, мы можем выполнить такое требование, как учет важности с учетом вот этого взаимодействия, профессионального взаимодействия. Например, я как пользователь могу выделять для себя тех участников, за которыми я хочу следить, я следую, слежу за ними, отслеживаю и могу видеть, кто и отслеживает мои действия. Это еще один важный момент, который полностью отсутствует у других источников. Да, тут имеется более удобная навигация с левой стороны, можно раскрывать вот эту вложенную структуру, но это получается обычный учебник, который нужно просто читать. Так, для добавления новой записи необходимо, расскажу вкратце, любой желающий открывает все статьи и может создавать свою новую статью. Для этого достаточно ему ввести название статьи, допустим, я сейчас открою какой-то исходный документ, беру его название и вставляю в название. То есть это не сложно и очень просто, также вставляется содержание статьи, копируется это содержание статьи и добавляется вот сюда. Но поскольку здесь сразу видны какие-то гиперссылки, чтобы их не было, иначе будет появляться над этой статьей еще свое оглавление, вот чтобы этого не было, лучше просто через блокнот, Ctrl-V, Ctrl-A, Ctrl-C и опять Ctrl-V вот так вот вставлять. И здесь можно также добавлять ссылку на источник, откуда это взято. Вот и все. Я, как администратор, добавил эту статью, у которой всего лишь одна версия. Что видит пользователь? Пользователь может, да, вот это уже другой, это пользователь, может открыть базу знаний и увидеть для себя новые интересные вещи. Во-первых, ему сразу показывается то, что его интересует больше всего. Кстати, тех авторов, которые его интересуют, вот они здесь есть. Причем видит, сколько там было благодарности, сколько просмотров. То есть обычный пользователь получает такую статистику для себя дополнительно. В том числе и по показателям сходимости, близости интересов. Это показывается. Во-вторых, он видит новые версии статей, то, чего не было ранее. Вот то, что он не читал, не смотрел, он может для себя здесь отдельно увидеть. И, наконец, версии всех статей он здесь может находить. Следует отметить, что в каждой из групп он может вводить быстрый поиск. Вот по хотя бы трем буквам может быстро отыскивать то, что его интересует. Правда, этот поиск работает только по заголовкам. Это пользователь, это не администратор, хотя у них фотографии похожи. Может посмотреть любого другого автора и для себя принять решение следовать за ним. Если он не интересует остановить следование, если хочет отслеживать статьи этого автора, вот этого администратора, он включает кнопочку «Хочу следовать за этим автором». Еще одна важная деталь – это размещение комментариев. Например, если к источнику появляются какие-то вопросы, пожелания, тут можно размещать отдельные, дополнительные свои комментарии. Очень просто. Нажимается кнопочка «Добавить», пишется какой-то текст, свои предложения, вопросы. Тут же можно размещать и ссылки, и графику, и оформлять как-то, и нажать «Сохранить». Таким образом, каждый источник не просто технически размещается, но и к нему размещаются такие обсуждения, комментарии. При этом хочу сразу сказать, что это не форум, рассылок на почту здесь не будет. Это рабочий документ, рабочий процесс. Если надо подумать, чтобы еще и письма рассылались, можно подумать и это тоже сделать, хотя я не уверен, что это надо. Итак, мы видим работу пользователя. Мы увидели, что здесь размещаются документы. Самое главное – это найти что-либо по всей базе. Не по названиям статей, а по всей. Для этого достаточно ввести хотя бы тоже часть текста. Тут не работает автоподстановка, но зато показываются все источники, где есть вот это вот гипер. Вот они с разными версиями здесь отображаются. Более высокий индекс – это значит более новая версия. Кто автор, как давно было размещено и другие версии, другие, точнее, статьи из базы знаний, где есть слово гипер. Можно показать не по версиям, а спискам. И в этом списке можно также включить какой-то свой поиск по каким-то буквам, но по названиям. И можно показать еще по популярности. Оценить по размеру букв показывается и популярность этого источника, что вызывает больше всего интереса у наших читателей. И это видит пользователь, а не только администраторы. Это очень важно. Наши коллеги становятся участниками этого профессионального взаимодействия. Раздел «Помощь» пока еще я не перевел на русский язык. Он тут на английском. Но сама инструкция, скажу, не сложная. Можно это все показать. Давайте я покажу эту помощь. Можно перевести вот так вот быстренько на русский. Она не сложная. Из этого раздела «Помощь» также можно осуществлять поиск по нужным словам. Вот этот поиск работает из любого места. В завершении могу сказать, что это сделано... Мною перевод сделан еще пока не совсем точно. Например, я не уверен в слове «последователь». Я следую. Тут надо перевести это слово «follow». Но в принципе все уже понятно. И эта база знаний работает на нашем хостинге, нашем сервере. Оно не пропадет. И за это платить не надо. И что еще? Можно отметить. Вы еще вопросы свои задавайте. Гости также могут видеть, но не могут оставлять свои записи и не могут добавлять свои какие-то статьи. Спасибо за внимание. Жду ваши вопросы. Можете сами попробовать, как это работает. Продолжение следует... Остатывание части.